Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение четвертой части урока по World Creator. Чтобы показать смешивание фильтров, я создам какую-нибудь эрозию и добавлю еще один фильтр Wind. Во время смешивания фильтров, Вы можете менять их положение и от этого зависит конечный результат. Также можно в любой момент включить или выключить любой из фильтров. И это все, что я хотел рассказать о смешивании. Теперь давайте я ускорю видео и посмотрим работу остальных фильтров. Но вкладке Design с фильтрами Path и Shape я расскажу поподробнее. Потому что здесь недостаточно показать их ускоренную работу. Итак, добавляем первый фильтр Path для создания пути. Его можно использовать для создания дорог, группы скал, рек и так далее. Тут уже зависит от Вашей фантазии. Чтобы начать создание пути, Вам нужно нажать кнопку Add Path и затем Edit Path. Как только Вы нажмете эту кнопку, у Вас появится подсказка с горячими клавишами. Давайте создадим наш первый путь с помощью удерживания левого Shift и клика мыши. Ctrl Plus Click добавляет дополнительные манипуляторы. А их удаление производится с помощью удерживания Ctrl Plus Shift и клика левой кнопки мыши. Каждый из видимых манипуляторов можно перемещать по рельефу. Менять ширину пути в его области с помощью боковых стрелок. И она зависит от параметра Width. Этим параметром Вы устанавливаете лимит на минимальное значение. Если ее значение уменьшить допустим до 9. То меньшее значение ширины будет невозможно. Стрелками вверх или вниз можно менять высоту каждого манипулятора. Чтобы измерить ширину в любой части пути, достаточно нажать Done Edit Path и с помощью зажатого Shift установить манипуляторы в нужной области простым кликом мыши. Таким образом, в любой части пути можно узнать точное значение ширины. Кстати, еще один важный момент насчет создания пути. Где бы Вы не поставили манипулятор, его высота всегда привязывается к высоте точки рельефа. А затем Вам уже решать оставить эту высоту или опустить манипулятор ниже. Далее поговорим о правилах создания прямых углов в этом фильтре. Для этой задачи создадим какой-нибудь такой путь и теперь поговорим о том, как данный скругленный угол сделать более прямым. Чтобы угол был менее сглаженным, нужно просто подвинуть другие манипуляторы ближе к манипулятору угла. Но пожалуйста, учитывайте такой момент. Когда Вы будете двигать соседние точки, форма угла будет нарушаться. Для того, чтобы этого не происходило, Вам нужно сделать еще меньше ширину, подвинуть данные точки и сделать фиксацию с помощью дополнительных точек. Которые добавляем с помощью клика, удерживая CTRL. Таким образом, Вы добавите еще точки посередине и именно ими можно зафиксировать форму угла. Если Вы снова хотите сделать более сглаженный угол, увеличиваем ширину и меняем расстояние между точками. Просто перемещая их. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!